приветствую это аэропорт моды и я ирина бейли частный рейс с евгением шишениным в эфире а ваши фавориты свадебных платьев вот какие из невест по вашему выглядят идеально которые соблюли так скажем все каноны классические ли наоборот нарушили границы какие-то вышли out of the box я не знаю даже по-русски это перевести вышли в стартосферу например ну всем известное платье гальцикинни виндзорской когда она ходила замуж тридцатые годы было сделано в мастерской мейн-бошер это был французский дизайнер американский и это было абсолютно вы платье по фигуре в один слой и но она входит в число моих шести любимых платье и всех регионов в моем списке одно из самых прекрасных свадебных платьей потому что его краил прекрасный человек дизайнер и и она была уместна для характера церемонии для сама она была великолепна уместна для самой невесты но по характеру ее внешности характеру ее то есть поведение облика и она была рядом скажу скажу о чем костюме но вот это был контраст это тоже было продумано контраст простого без костюма и так сказать уязвимая женственная хрупкая красота это тоже облик который не устарел они поженились девяносто шестом году слава тебе господи уже 30 лет прошло а это фотография были такой же свежей и такой же убедительной спустя все это время есть традиционные такие мастера вроде оскар де лоренто бэджли мишка ангел санчез олег кассини сейчас переквальсифицировался исключительно компанию свадебной моды темпер ли лондон у невест огромный выбор все зависит от того какой какого характера церемонии они почитают и как бы это правило этого бизнеса совмещать характер церемонии с характером вашего платья я бы хотела вернуться к королевским платьям это все-таки такая для меня тема прям под кожу если можно так сказать вот у них все же соблюдается некий традиционализм и символизм поскольку у них имеет значение длина шлейфа платья какой длины вуаль будет невесты какими тиарами будет украшена ее светлая голова вот здесь вот вот расскажите нам пожалуйста об этом рассказать просто на мой взгляд она самая скучная потому что в смысле королевской свадьбы в основном уделяется внимание демонстрации власти статуса и так сказать положение семьи в обществе правящей поэтому это выражалось у невест в этих невероятно длинные шлейфах шлейф принцессы даяна когда она выходила замуж что своего чарльза был что-то такое 28 метров безумие при том что платье само по себе было довольно банально и назвать его интересным ни с какой стороны невозможно хотя конечно тиара у него была невероятно впечатляющая поскольку это была виндерская но вот интересным платьем например было платье грейс кель когда выходил замуж за рейнера принца монахского и в этом смысле тоже во-первых оно весело как по сообщениям же такой 25 килограмм и в нем было почти 100 метров шелковой тофты потому что там у него был гиперный верх закрытый и большая объемная юбка пол естественно и такой же длины огромная вуаль из кружева надо надо понимать это было не покупное обязали его скорее всего волонтинские кружевницы и в этом смысле как бы не было очень консервативное платье и нет кстати очень нравится по одной простой причине что он как бы сексуальная провокация в соборе неуместно и скажем в ее случае это было очень элегантно продуманный вариант который был издержан и женственен и при этом сама же грейс келли была уже в общем-то совсем девочка по возрасту соответствовал ее все прошла хичкока на тот момент то есть она такая бывалая в боях кстати вот по образу и подобию платья грейс келли сделали платье для кейт миддлтон они вдохновение черпали я как бы не был особенно заинтересован но мне очень понравилось платье меган маркл который сделал ушедший уже из живанши клэр уэйт келлор вот это было прекрасно совершенно прекрасная модель современного такого архитектурного подхода который был у самого живанши и у баленсиага крестобаля моего уважаемого и чистая линия такой очень хорошо продуманный объем прекрасная совершенно ткань которая в общем-то не не висела ломалась не держала объем ну и потом как бы феноменально красиво линия плеч просто подали ее очень достойно потому что опять таки самой меган был 36 когда она выходила замуж и как бы изображать некую стату и быть девой после голливуда ни к чему и как бы она выглядела как очень достойно поданная молодая женщина я соглашусь я считаю что крой сделал там все да это как раз был высший пилотаж так сказать дизайна потому что объем и крой и все пропорции и силуэт и выбор ткани и выбор цвет это было теплый белый который очень шел к ее ливковой коже это было абсолютно блестящее решение таких очень мало имеет смысл просто познакомиться с этими традициями и как бы для себя решить а где вы имеет смысл посмотреть на разные так сказать школы и понять что апеллирует вам относительно того как вы себе представляете свою церемонию как бы что вы хотите этим сказать себе и остальное поэтому как бы это больше чем просто найти поморочительное платье которое разорит всю семью и в конечном итоге просто повиснет в мешке где-то в дальнем шкафу в коридоре ну как бы это почему-то не любят обсуждать но французы очень прагматично и например если нету возможности делать вещь разового пользования она будет создана так чтобы вписалась в разного рода контент это прям как и урок и пожелание в то же время конечно же это очень волнующий очень торжественный день и очень естественно хочется чтобы он был запомнился просто при этом любая думающая невеста будет думать о гостях о жилье о родителях в общей атмосфере то что она теперь хозяйка она хозяйка дома это ее первый так сказать выход вот вам напутствие настоящее евгения шишенина так что будущие хозяйки о свадебных платьях дайте думать евгению шишенина нас проконсультирует даст все адреса всех магазинов и все с платьем у вас все будет окей с платим все решено я вам очень благодарна за ваше время за то что вы вновь сделали этот частный рейс незабываемым совет да любовь и все мы летим дальше творите и дерзайте это аэропорт моды евгений шишенин частном рейсе что добро